Ямель Мустапин, лунная дорога. Давно это было, а Шамиль, как сейчас, помнит события тех лет, хотя ему тогда шел шестой год, ехали они в длинном-предлинном остром поезде, красные-зеленые вагоны перемешались в составе, точно заблудившиеся в лесу дити. Поезы это почему-то в народе называли Максим Горький, может потому, что в поезде ехали бедолаги, простой люд в поисках счастья, ехали далеко-далеко в Сибирь, так в свое время Алексей Максимович бродил по Руси, тоже в поисках счастья. Добрые люди ищущие счастья всегда в чем-то сухожей душой. Но пятилетний Шамиль не знал, что Максим Горький, великий пролетарский писатель, и книгу он после читал за поем, как правило, на Шамиль. Потому что в эти часы домашние спали, и он мог не стоять никого плакать. Было жалко Алешу, цыгана, бабушке и вообще все обиженных и обиженных. Мальчишка считал и удивлялся, и почему это все бедные, униженные, не могут сговориться и защитить себя от злых, властолюбивых и жадных людей, подобных Алешкиному деду, его коварным сыновьям. А ведь это казалось бы так просто, что и даже одному честному человеку рассказать правду другим, разъяснить им, что их угнетают, унижают. Так они тоже, осозная свое низкое положение, начнут требовать справедливости. И тогда все будет хорошо, добрая восторжествует. Шамиль знал, что на стороне зла стояли какие-то законы, придуманные взрослыми. Солдаты зло защищали. Его охраняла полиция вообще. Несчастные люди почему-то были на стороне зла. Но почему-то получается, ему было трудно понять, неужели человек может быть счастливым, если он одет лучше других, а значит не живет лучше, чем остальные. Вот если бы Шамиль одному накупили самых интересных игрушек, самых красивых и дорогих игрушек, тогда он был бы счастлив? Конечно нет. Ведь ему не с кем будет играть. Радость тогда приносит счастье, когда она раздевена с другими. Это все так просто и ясно даже Шамилю, которого вечно ругают братья и невестки. Но ничего, как только он вырастет, боющийся, тогда уж обязательно наведен порядок среди взрослых. Но тогда, когда они ехали долго в пёстром поезде, Шамиль еще не умел считать и не думал о сложностях человеческих судеб. Ему было очень любопытно смотреть в открытые двери теплушки на терапивах, убегающие назад поселки. Деревни и города точно не боялись, что их погрузят в этот длинный, предлинный полис и повезут куда-то. На мелькающей доме, железной дороге, оранжевые домики, на деде, машущем ему, зелеными и желтым лошком. Пап, а дяденьки меня знают, спрашивал ребенок, когда видел будущников, и каждый раз отвечал им не смело, замахивая рукой. А как же, если дядя не помашет тебе плашком, то дорога у нас будет неудачная, ведь ты знаешь, сынок, то со знакомыми всегда надо здороваться. А эти дяди знают всех, кто едет поезде. Ага, соглашается Шамиль, догадливо кивая большой ушастой головой. Его зимуноватые глаза, если либо улучшатся от мысли, то он понятный будет. После таких разговоров с отцом, Шамиль всякий раз старался первым увидеть дядю. С лошком и громко кричал, а вы, здравствуй, и могал ему рукой до тех пор, пока тот не скрывался из вида. На станции мальчонка слышал, что всех, кто ехал в реку, почему-то переселенцами называют. Это очень радовало Шамиля. Оказывается, вон, такая родня у него большая. Он до сих пор и не знал. Правда, некоторые осенники часто стоятся из-за кипятка. Чипы, чурек, которыми топят в вагоне буржуйки, кричат друг на друга, замахиваются чайниками. Едрами обнимают сонучие, так даже дерутся. И нога дяди в красный куражка за белыми пуговицами на пиджаках. Гродят драчунам, что их садят в поезда и посадят в кутузку. Наверное, это страшно, потому что драчуны успокаиваются и расходятся по своим вагонам. А когда состав трогается, они кричат друг к другу, выстунувшись в окно, чтобы каждый подавился этой проклятой водой, чепой. Шамиль не понимает, почему же вода проклятая? Ведь она никому ничего плохого не сделала, а как можно подавиться водою, вот чепой другое дело. На больших станциях родня Шамиля вываливает соль вагонов и рассыпается по заколукам. Надо их срочно отправлять, говорят дяденьки в красный куражка, не то еще эпидемию какую затащат. И смотри, что только делается, показывают они на переселенцах, сидящих на городах шкаф. Под вагонами, за домиками, близцатники. После таких разговоров, дяденькая красная куражка, красная повестка на рукаве. Дергают за язык колокола, висящая возле грыли, вокзала. Колокол красивой, блестящей. Похоже на шлем пожарника из их аула. Когда звон колокола замерзает, работа печает бодро и дергает состав. Вагона кричат, поехали, поехали. И поезд не спеша набирает ход. Шамилю очень нравится сидеть у отца на коленях и слушать разговоры большой ростни. Вечерами взрослые откатывают дверь теплушки, садятся на нары и начинают говорить обо всем. Чаще всего поминают башкирию, аул, оставшихся соседей. Говорят, почему-то тихо, плавно, будто песню поют. А если это бывает ночью, там много кто спит. Такие часы луна белым низком катятся по небу, заглядывают в теплушку. Притихшие люди печально смотрят на луну и начинают рассказывать о девочке-сироке, которую мачеха послала ночью по воду и наказала, чтобы она непременно перешла сначала речку по лунной дорожке. А очевидце стало страшно. Она заплакала, умоляя золую мачеху, что Таня посылала ее на верную смесь. Тогда женщина взяла девочку за руку, дала ей коромыста с тяжелыми деревянными бедрами и силком потащила ее к речке. И не на тот берег по лунной дорожке, на берег там воды, крикнула женщина и толкнула по чересу речку. Девочка закрыла глаза и ступила в воду, и тут свершила чудо. Девочка пошла по деревянной дорожке, как по мосту, а через шла, забыв по страху, и не слышала крики мачехи, которая требовала, чтобы она вернулась, а девочка оказалась на луне. После такого рассказа переселенцы высовываются в двери, забравшиеся на верхние нары, просовывают головы. Вот на люке и говорят таинственно шепотом. Шамиль же как не старается увидеть девочку, как не всматривается в луну, так ничего и не может увидеть. Луна же точно, драздините вам, она бежит быстро, словно напереганки с поездах. Когда все у них улись и уснули, Шамиль расторгал отца и спросил, папа, папа, откуда девочка узнала, что у нее неродная мама? И что зовут я мать, люди на верное сказали, спи, а мне скажут, что, да спи ты, а может я тоже неродной маме? Да ты что плетешь, сынок, спи, слушаешь разговоры старше? Потом отец ласково говорит сына по голове, по головке прижимает себе тихо говорить. Да ты самый у нас родной, ведь ты же посередаешь, Шамиль притихает. Потом вдруг начинает опять шептать отцу, папа, папа, почему видят на луне девочку, а я нет. Может я смотреть не умею, умею, сынок, спи, на луне просто никого нет, вот, поэтому ты не видишь. Ты пока, сынок, все видишь правильно, да это Аллах тебе всегда так смотрит на жизнь. На северный день отец Шамиля не поднялся с нар и не бегал на танцах за кипятком, он был горящий и все просил пить. Мать не отходила от больного, не подпускала к нему меньшего сына.